Саламас Тарма, Курмед Тотандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Я начинаю свой прямой эфир сегодня, 20 марта, чтобы показать, что вчерашняя информация, распространенная на самом деле нынешней властью Казахстана, а именно режимом султана Назарбаева, а якобы моей смерти, это придумано, придумано этим режимом, и это показывает страхи, страхи действующего режима, страхи того, чего или кого они боятся. Уважаемые друзья, вчера в нашей стране произошли важные события, но султан Назарбаев объявил о том, что уходит с должности президента Казахстана. Очень много статей вышло по поводу его публикации, они разные, но те люди, которые неплохо представляют ситуацию в стране и понимают, каким образом организована власть, они вышли с аналитикой и описанием того, что да, Назарбаев ушел с должности президента, но он не ушел из власти, он не сказал вчера ключевые слова, я ушел из власти, я отхожу в отставку, я написал заявление народу Казахстана, и много людей говорили, если бы он еще сказал, что я отдаю украденное имущество более 200 миллиардов долларов народу Казахстана, то, наверное, многие из вас его простили бы, и слезы тех, кто плакал, были бы искренними. Но на самом деле, Назарбаев действительно не сказал, что он уходит из власти, он не попросил прощения у своего народа за то, что 30 лет был у власти, за то, что 30 лет наш народ блуждал, наша страна, будучи одной из богатейших стран мира, не стала богатой, и в буквальном смысле этого слова, когда богатыми становятся ее граждане. Граждане, к сожалению, за эти 30 лет становились только беднее и беднее, и появилось огромное количество действительно нищих людей. В мире много примеров, когда с нуля, в пустыне, не имея ничего, за 20 лет страна фактически из ничего становилась богатейшей. Маленький Сингапур, в котором живет около 5 миллионов человек, маленький остров, который не имел даже питьевой воды, в течение 20 лет превратился в ведущую страну мира по доходам на душу населения. Такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты, в частности Эмират Дубай. Несколько десятков лет назад, ну фактически за 20 лет после того, как была найдена нефть, страна, в которой бедуины жили в палатках, жили в пустыне, имели море и пустыни, и больше ничего, ездили на верблюдах, по сути дела, за 20 лет превратились в цветущий край. Многие из вас были в Объединенных Арабских Эмиратов, многие из вас приезжали знакомиться с Эмиратом Дубая, и вы можете каждый подтвердить мои слова, что буквально каждый год ты приезжаешь в эту страну и не узнаешь ее. Настолько стремительно меняется страна. И что вы можете сказать по поводу нашей страны? Я вчера видел комментарии следующего характера. Ну, Назарбаев сохранил нам независимость, Назарбаев очень много сделал для страны. Что он сделал такого для нашей страны, чтобы мы могли хвастаться? Мы можем хвастаться бедностью, мы можем хвастаться разбитыми дорогами, мы можем хвастаться нищей жизнью, отсутствием жилья, при этом в одной из богатейших стран мира. Чем могут похвастаться такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты? Они могут сказать, что в 60-х, 70-х годах мы ездили на Вербюдах, и у нас ничего не было. Через 20 лет мы стали одной из цветущих стран мира. Пески расцвели, появилась вода, появились огромные здания. Это стали новыми городами, все те места, где раньше были просто пустыни. В интернете можно на все это посмотреть. Я сегодня на самом деле выступаю очень важным заявлением. Очень важным заявлением, которое, по сути дела, я ранее озвучивал, но сегодня настало время, когда я хочу четко озвучить свои цели и задачи, которые я хочу реализовать. При этом это планы не то чтобы сегодняшнего дня. Хорошо, что существует телевидение, хорошо существуют записи, и довольно много их в архиве Хабара, государственных каналов. Когда я работал руководителем энергосистемы, когда я был министром, когда я работал в бизнесе в начале 90-х годов, все эти записи сохранились. Они есть, есть в интернете, и есть записи того, что именно 18 ноября 2001 года я фактически заявил о разрыве любых политических отношений, которые фактически привели ко всем дальнейшим проблемам, которые сопровождают меня с 2001 года. А именно, я со своими соратниками объявил о создании политического движения «Демократический выбор Казахстана». Это произошло в 2001 году. И сейчас, конечно, появились новые люди, молодежь, которые не могут понять, что же все-таки было, какая история, история борьбы, история большой борьбы, история трагедии, когда мы, объединенные единой идеей, единой целью, добивались важного и главного – построить сильный и независимый Казахстан. Многие из моих соратников погибли. Многих эта власть оболгала. Многих эта власть принудила сотрудничать. Остались немногие. И есть немало людей, на самом деле, которые остались внутри страны. Они являются и участниками этих событий, и свидетелями. Поэтому сегодняшнее мое заявление – это не новое. Не новое, не отражает ситуацию только сегодняшнего дня. В 2001 году мы заявили о строительстве современного Казахстана. К сожалению, именно после этого эта власть расправилась со многими, и в том числе и со мной. Казалось бы, вчера был такой важный день, когда Нурсултан Назарбаев заявил о своем уходе с поста президента страны. Но обратите внимание, почему-то эта власть активно распространяла информацию о моей смерти. Почему? Потому что очевидно, что теперь начнутся реальные изменения, начнется реальная борьба за перемены, за перемены. Для того, чтобы эти перемены произошли, необходимо, чтобы те люди, которые имеют собственную программу действий, пришли к власти и добились этих перемен. Я знаю, что у многих наших людей, неопытных, не понимающих, каким образом происходят изменения в государстве, звучат из их уст следующие слова – «А что ты сделал для страны?» Забывая о том, что именно приходят люди к власти для того, чтобы добиться перемен, потому что именно люди, обладающие властью, они имеют все политические рычаги. Это бюджет страны, это различные министерства, это возможность действительно реализовать те или иные программы. Президенты стран, премьер-министры других стран приходят к власти со своими программами, получают поддержку народа и тогда реализовывают те или иные программы. То, что вчера во всех разных социальных сетях появилась информация о том, что якобы я убит, якобы меня нашли в Париже убитым, о многом говорит. Я сегодня хочу, по сути, объяснить, в какой ситуации находится наша страна и какие у нас сейчас существуют возможности для того, чтобы действительно изменить свою жизнь, добиться перемен кардинальных. Действительно пришло время перемен. Многие эксперты говорят, что Назарбаев власть не отдал, он просто ушел с должности президента, якобы теперь власть перераспределилась в Совет Национальной Безопасности. Это правда, но только от счастья. На самом деле, вы должны знать следующее. В рамках международных соглашений Назарбаев потерял очень важный, очень важный момент именно на посту, неважно, какой у него сейчас есть, пусть даже будет председатель Совета Национальной Безопасности. Он потерял международный иммунитет. Международным иммунитетом от преследования, от возможностей посадки в тюрьму, от ареста является должность президента страны. Назарбаев не президент. Он пенсионер, который занимает позицию председателя Совета Национальной Безопасности. Я вам могу так сказать. В международных отношениях не имеет никакого значения, как он себя называет, что он Айтайла, хан, он мог назвать себя сто раз ханом, прописать в Конституции. Сейчас он прописал, что он якобы руководитель Совета Национальной Безопасности, первый президент страны. Но я вас заверяю, что в международных отношениях эта должность не является защитой лично для Нурсултана Назарбаева. У него нет политического иммунитета. И это очень важный момент. Теперь над ним сгущаются серьезные тучи. Сгущаются серьезные тучи, потому что те хищения, которые он совершил в нашей стране, регулируются законодательством, например, в Соединенных Штатах Америки. Теперь ему можно чинять иски. И можно этого человека подвергнуть преследованию. И всех тех, кто участвовал в преступлениях против своего народа. Да, он остался председателем Совета Национальной Безопасности, но я скажу так, в авторитарной диктаторской стране власть не делится ни на двоих, ни троих, ни четверых. Он вчера эту власть поделил. Он был единственным распорядителем всего того, что есть в нашей стране. По конституции, которые он нарисовал, написал. По всем законам. Он был единственным человеком, который назначал премьер-министра, министров. Фактически он назначал депутатов. В частности, Хасимжамар Тухаев не участвовал в выборах в парламент, не получал голоса от вас в поддержку. Он был назначен сенатором указом Назарбаева. Затем, по его приказу, он был назначен председателем Сената. И по приказу Назарбаева, он становится президентом страны. Пусть даже исполняющим. Как видите, эти люди, все те, кто находятся у власти, зависели и зависят от султана Назарбаева. Не от кого-либо. И вот вчера он эту власть передал новому человеку. И поэтому, действительно, эпоха Нурсултана Назарбаева закончилась. И мы переходим в другое состояние. Я в сегодняшнем эфире поставил тему, что ждет Казахстан, какие будут перемены. Главная перемена произошла. Нурсултан Назарбаев ушел. И как бы он не прятался за стенкой, или не становился в какую-то позицию и не дергал за ниточки, он ушел. Он ушел из нашего сознания, как человек, который полностью рулит нашей страной. Пусть он сто раз представитель Совета национальной безопасности, мировой иерархии. Именно президент является руководителем страны. Именно президент. И поэтому у нас появилась возможность. Появилась возможность действительно изменить страну, добиться перемен. Я все время выступаю и говорю, что наша задача стать ведущей страной мира. Такими, как Соединенные Штаты Америки, такими, как Европа. Как ведущие страны Европы. Почему мы стремимся стать, как Соединенные Штаты Америки или как ведущие страны Европы. Почему? Потому что, в первую очередь, цель человека – жить лучше, жить хорошо, чувствовать себя свободным, чувствовать безопасности. И всего того, чего я перечисляю, именно человечество добилось только в этих ведущих странах. Именно они являются ведущими. Именно поэтому они являются ведущими, потому что именно в таких государствах человек добился того, чего мечтал. Свободы. Свободы волеизъявления. Возможности жить хорошо. Чувствовать себя в безопасности. Чтобы все то, что ты нарабатывал годами, у тебя никто не мог конфисковать, захватить. Это общество наиболее справедливое. Именно в этих государствах миллионы людей стремятся уехать. Именно в этих государствах миллионы людей бегут, пытаются прорваться через стены, какие бы они ни были высокими. Они прорывают туннели под землей. Они бегут в эти государства, и эти государства принимают. Даже если не хотят другие, они все равно принимают. Потому что в этих государствах, в основе конституции, их законов прописано важное и главное права человека. В конституции этих стран прописано действительно отношение, в первую очередь, к человеку, к личности. И граждане страны неукоснительно исполняют эту конституцию. Это не та конституция, которая у нас есть в Казахстане, когда парламенты, обе палаты объединенные за 18 минут полностью меняет смысл и содержание конституции. Это не наши законы, существующие в Казахстане, которые как бы существуют, но никогда вы не можете добиться справедливости. это не наши средства массовой информации, которые постоянно лгут, а западные средства информации, они по сути пишут правду. Если кто-то пишет неправду, то всегда найдется очень много других средств массовой информации, которые расскажут правду. Вот собственно почему именно мы стремимся стать такими, как эти ведущие страны мира, потому что там действительно высокие доходы, люди там лучше живут. Именно эти страны реализовывают различные промышленные проекты, именно в этих странах производят автомашины, именно в этих странах работают и двигаются скоростные поезда со скоростью 600 км в час. Именно эти страны осваивают космос и их ракеты летают на Марс и другие планеты. Именно эти страны создали интернет, айфон и другие продукты и товары, которым мы все пользуемся. Именно эти страны создали средства лечения от страшных болезней. Именно на самолетах этих стран мы летаем. Именно эти страны создали телевидение. Именно эти страны имеют лучшую науку, лучшую медицину. Конечно, если говорить о достижениях любых, так устроен человек, что в качестве примера он берет лучшие. Ну, возьмите пример в спорте. Вы же не будете брать пример состалого спортсмена, например, спортсмен Северной Кореи, который занял в мировом месте тысячное место или 800 место или 50 место. Мы все восторгаемся теми, кто стал лидерами, стал лучшим. Так и в примере наших стран мы ориентируемся на ведущие страны мира. Как бы средства массовой информации Казахстана или России, от которого зависит информационное пространство Казахстана, не ругали Америку, не ругали Европу. Именно главы государств таких диктаторских, как Казахстан, в частности, Нуртултан Назарбаев, просят годами, чтобы их приняли. хвастается потом по всем телевизионным каналам, что меня лично принял президент Америки. Именно эти страны являются теми индикаторами, которые диктаторы, президенты и диктаторы стран используют, чтобы показать, что они легитимны, что их признал президент Соединенных Штатах Америки. И очевидно, почему мы хотим жить как в этих свободных странах. Но как работает политическая система в этих странах? Как происходит выбор лидеров? Как люди выбирают тех самых лидеров, которые действительно приводят страну к успеху? Это происходит открыто. Любого президента Соединенных Штатов Америки, любого президента ведущих стран Европы знает не только собственные граждане, но знает и весь мир. Биография лидеров открыта, биография лидеров прозрачна. Эти люди, которые претендуют занять высший государственный пост, они как на ладони, их история жизни как на ладони. Они заявляют о своих программах за много-много лет до того, как приходят к власти. И народ за эти годы имеет возможность тщательно изучить биографию этих людей и для себя решить, будут они поддерживать такого человека или нет. Поэтому еще более года назад я объявил, что мы создаем демократический выбор Казахстана. Это было 20 апреля 2017 года, почти два года назад мы объявили, что будем строить парламентскую республику, такую республику, где наши граждане решают, кто будет руководить страной. Именно наши граждане решают, кто будет осуществлять тот или иной политический курс, когда именно народ будет решать, достоин ли тот или иной человек возглавлять страну, а если не достоин, именно народ должен иметь возможность отстранить этого человека от власти немедленно. Собственно мы предложили такую политическую систему и озвучили программы демократического выбора Казахстана. И я первый озвучил свои планы. Озвучил планы и объявил, что я объявляю себя кандидатом на должность премьер министра. Не президента, премьер министра. Потому что в нашей политической платформе озвучено, что должности президента не будет. Мы ликвидируем должность президента. Новые депутаты, которые придут во власть и будут избраны народом, напишут новое конституцию страны, в которой не будет должности ни первого президента, ни Ельбасы, не будет никого, который будет иметь привилегии стоять над законом и изображать, что он ушел в отставку, но при этом контролировать страну. Нет, этого не будет, потому что это будет делать народ. Два года назад я открыто заявил, что я планирую бороться за власть, бороться для того, чтобы добиться перемен, построить новую, успешную страну по образцу ведущих стран мира. Очень много среди вас молодежи, которые не в курсе и очень много из вас тех, кого отравила пропаганда Нурсултана Назарбаева. Я знаю, что в средствах массовой информации, в телевидении, газетах этого режима меня представляет человек, который ограбившего свой банк. Обратите внимание, ограбившего свой банк. Вы можете ограбить свой дом? Вы можете вынести из своей квартиры какие-то вещи и бежать куда-то и потерять главное ваше богатство квартиру, отношения людей, родственников, если вы интегрированы в эту страну. Я сейчас буду объяснять очень простыми словами для тех, кто не понимает финансовую систему, а не понимает, что такое банковская система, плохо знает вообще историю, политическую историю нашей страны, но сейчас меня слышат тысячи и сотни моих сторонников и тех, кто вместе со мной проходил эту борьбу. Даже я уверен, что сейчас мой эфир будут слушать те, кто сидит в тюрьме и они просто будут подтверждать все мои слова. Итак, я сегодня открыто объявляю о том, что вступаю в политическую борьбу за отстранение действующего режима во главе с Насултаном Назарбаевым в должности председателя Совета национальной безопасности. Я открыто заявляю исполняющему обязанности Касунжимар Токаеву, что моя цель и задачи не изменились, а именно отстранение всей политической верхушки от власти коррумпированного мафиозного это одна банда, которая 30 лет находится у власти и все те, кто долгие годы находился вокруг Насултана Назарбаева это члены мафиозной группировки. Как бы они не назывались, какие бы красивые слова ни говорили, они члены мафиозной группировки. И вся моя жизнь последовательно была направлена на то, чтобы бороться с этим. Средства массовой информации говорят о том, что якобы Облязов покитил средства из собственного банка. Вообще современный мир, что вы понимали, устроен очень просто. Денежные средства они очень легко отслеживаются, очень легко находятся, западные банки их арестовывают, западная система показывает эти денежные средства и что называется раскрывает счета и говорится вот они в этом или в том или ином банке. Более десяти лет режим султана Назарбаева преследует меня и еще ни разу не показал те самые мифические миллиарды, которые якобы лежат на моих счетах. Не показал, а мог бы. Мог бы, если это было. если бы человек чего-либо украл, то, как известно, что он делает? Украл и спрятался. Этот человек не участвует в борьбе, он не ломает режим, он не борется, он не опровергает, он просто украл и пропал и живет припеваючи. Я хотел бы напомнить, что в 2001 году 18 ноября я заявил вместе со своими товарищами о создании движения «Демократический выбор Казахстана». Именно 18 ноября 2001 года. И через несколько месяцев я был посажен в тюрьму. Мне дали 6 лет. Я был посажен первым. Первым, потому что Насултан Назарбаев знал, что я для него, для его личного режима представляю огромную опасность. И в 2001 году были сфабрикованы различные обвинения. Их было множество. Потом они отпали. Самое было смешное обвинение, что Мухтар Аблязов наговорил по телефону, работая министром, на 3000 долларов. Якобы этот телефон принадлежал государственной компании КИГОК. Вы представляете, масштаб беспомощности обвинения, чтобы сдержать лидера оппозиции и затем вменить обвинение четырехлетней давности, то есть это уголовное обвинение было со сроком 4 года и одним из ключевых обвинений было в том, что Мухтар Аблязов якобы наговорил по телефону, по сотовому. То есть понимаете, какая спешка была, что вот такое обвинение мне пытались вменить. В итоге, опять же, по сфабрикованным обвинениям в 2001 году, после объявления в 2001 году моего выхода и заявления о создании демократических выборов Казахстана, в марте я был арестован 2 года, 2002 года и затем меня на 6 лет отправили в тюрьму. В тюрьмах я подвергался пыткам, избиениям, но я стоял насмерть, заявляя, что я буду бороться с этой политической системой. Более того, именно в тюрьмах я организовывал политическую борьбу по сути из тюрьмы управляя многими оппозиционными процессами, которые происходили в нашей стране. После многократных избиений, пыток, отравлений все это есть, это я сейчас когда говорю, я просто рассказываю детали того, что происходило со мной для молодых людей, которые не знают историю. А история заключается в том, что в итоге я вышел, вышел из тюрьмы и для себя принял окончательное решение, что я не смирюсь с существованием этого режима, бесчеловечного режима, я все свои силы направлю на борьбу против режима Нурсултана Назарбаева. Собственно, так и произошло. Никто меня не сможет обвинить в непоследовательности, если тщательно изучить мою биографию. Итак, в 2002 году я был посажен в тюрьму, в мае 2003 я вышел из тюрьмы, уехал в Россию в 2003 году и уехав, сразу начал политическую борьбу, но уже более гибкую, более скрытую, и есть сотни людей, которые подтвердят, что уехав в Москву, я организовал политическую борьбу против Нурсултана Назарбаева. Уже в мае, в мае 2004 года Нурсултан Назарбаев был вынужден зарегистрировать партию в демократический выбор Казахстана, но она просуществовала всего лишь около 7 месяцев и затем было объявлено, что партия экстремистская и опять закрыта. Обратите внимание, это 2004 год. 2004 год, то есть я вышел из тюрьмы в 2003 году и не свернул с этого пути, то есть весь 2003 год, весь 2004 год шла политическая борьба, но уже за пределами Казахстана. Собственно, моя политическая борьба привела к тому, что режим Нурсултана Назарбаева попытался убить меня в Москве. И опять же есть историческая информация, в средствах массовой информации, когда я делал заявление и говорил, кто пытался организовать мое убийство на территории России. И апрель 2005 года. Опять же, существует масса источников, можно найти в интернете. когда я был в Соединенных Штатах Америки, встречался с различными руководителями и просил поддержки, просил поддержки ни финансовой, никакой, просил поддержки политической, чтобы Нурсултан Назарбаев не мог применить силовые акции, репрессии, чтобы никто не мог оказать давление на наше государство, пока мы, гражданское общество, добиваемся смены режима. Как обычно, происходят тельные события, когда происходит давление с разных сторон и разные политические силы внешне пытаются повлиять на то, чтобы пришел к власти лояльный к ним человек или их ставленник. Вот, собственно, это было в апреле 2005 года. И все эти годы, пятый, шестой, седьмой, восьмой и последующие годы, курс мной не менялся. И тому есть сотни свидетелей, которые вместе с нами организовывали партию сначала демократический выбор Казахстана в 2004-2005 году, затем была создана партия Алга-ДВК, которую власть не регистрировала в течение семи лет. И были там разные руководители. Я жил в Лондоне, подвергался покушениям, нападениям. И все эти годы я боролся против режима. И собственно это привело к тому, что я был вынужден покинуть Лондон, потому что на меня организовывались нападения, попытки убийства. И я решил перейти уже в более другую, более закрытую форму борьбы с этим режимом. Все те, кто продолжает становиться жертвами этого режима, которые продолжают верить, что Облязов якобы что-то украл, вы задумайтесь над простыми вещами. Ну, во-первых, где хотя бы один пострадавший от действия Облязова. Банк, которым я работал, которым я владел, был ведущим не только в Казахстане, он был ведущим СНГ, это был самый крупный частный банк на территории постсоветского пространства. Крупнее не было даже на территории России. Были только государственные банки крупнее, но частные банки, они все были меньше, чем БТА-банк. Когда говорят, что якобы Облязов выступает различными политическими заявлениями, проводит политическую борьбу, находясь за пределами Казахстана, что он якобы хочет просто спрятать свои ворованные миллиарды якобы, то я вам хочу сказать следующее. Власть обвиняет меня по событиям 2005-2008 года, но спрашивается, тогда почему Мухтар Аблязов в 2001-2002 году занимался политикой и говорил те же самые слова, когда выступал на пресс-конференции 18 ноября 2001 года, то есть все эти годы я занимался неизменно одним сломом политического режима, мафиозного режима сану султана Назарбаева все эти годы и ни разу не свернул. Почему эта власть преследует фактически 10 лет непрерывно Мухтара Аблязова? Ну, например, возьмите Бергея Раскалиева, Акима Атаравской области, долгие годы руководивший Атаравской области. Он сейчас открыто живет в Лондоне, у него политическое убежище. Почему власть, зная об этом, зная о том, что он свободно живет в Лондоне, почему против него не выдвигает никакие обвинения, почему яростно, ежедневно средства массовой информации не поливает его, почему в день ухода с должности президента на султана Назарбаева фейки разные, идут сливы, не говорят об убийстве кого-либо, а говорят только об убийстве Мухтара Аблязова. Почему? Потому что все эти годы я последовательно боролся против режима и вся судебная система, вся государственная власть боролась со мной, пытаясь дискредировать меня. Казахстан это государство, против государства человек очень сложно выстоять. У государства миллиардные ресурсы, есть межгосударственные соглашения, когда генеральный прокурор или любой другой представитель государства рассказывает, что якобы такой-то человек преступник и другое государство не может это опровергнуть, потому что для этого это не его функция разбираться, сидеть, кто что украл, кто что виноват. Нет, он старается доверять другому государству, тем более, когда между разными государствами подписаны соглашения. И вот собственно более десяти лет Назарбаев безуспешно меня преследует по всему миру и преследует очень серьезно. Вы знаете, что в 2013 году была похищена моя семья, моя шестилетняя дочь и жена, они более семи месяцев провели в Казахстане, были похищены с территории Италии, над ними сейчас, над теми, кто участвовал в похищении на территории Италии, сейчас идет судебный процесс, возбуждены уголовные дела, и наверное, вы не найдете в стране больше ни одного человека, которого власть так яростно преследовала. Миллиарды долларов направлены на мое уничтожение. Вы знаете, что Нурсултан Назарбаев совсем недавно, несколько лет назад убил даже в тюрьме свое собственное зяте, и никак это ему не удается сделать со мной. Вот только как вчера вышли разные сообщения, что якобы Аблязов убит. Я сегодня именно вышел заявить, что нет, это очередная мечта Нурсултана Назарбаева, которая никак не реализуется. Не реализуется почему? Потому что против него борется политический конкурент, именно конкурент на смену политического режима, мафиозного режима Нурсултана Назарбаева. В 2016 году в декабре высший суд Франции заявил, что все те обвинения, которые предъявляет режим Нурсултана Назарбаева являются политическими. Это мотивированное обвинение. Да, высший суд Франции разобрался, но до того, как высший суд Франции разобрался, мне пришлось провести в тюрьме почти три с половиной года. Почти три с половиной года. И режим Нурсултана Назарбаева неустанно приносит разные иски в каждую страну. иски приходили в Англии, но в Англии мне не дали возможности даже защититься, просто объявили поражение, когда я уехал из страны. Я уехал из страны, потому что полиция Англии принесла мне предупреждение о возможном убийстве. Я уехал из Англии, потому что на меня было организовано покушение, пытались перевернуть мою машину. Я получил предупреждение от полиции Англии о том, что возможны похищения и эти риски они существовали не только лично для меня, но и для кленов моей семьи. Собственно, это привело к тому, что в последующем действительно покетили мою жену и дочь. И сейчас эта государственная машина двигается по разным странам, придумывает обвинения, приходит к судям, приносит иски, использует международные договоренности, в которых они неустанно повторяют одно и то же, не приводя никаких доказательств, якобы Облязов является преступником. Это происходит многие годы и будет происходить дальше. Вы услышите эти обвинения из самых разных стран. И этому не нужно удивляться, потому что никого так не преследует режим, как меня, потому что именно действующий режим во главе с Нусултаном Назарбаевым понимает, что перед ними человек, который не сломается никогда. Да, я делал тактические действия, да, я маневрировал в какой-то период, но было неизменным одно, борьба с этим режимом. и вы просто я вам хочу напомнить, что существовал телевидение ТАН, который первый открыто показал государственные цирки в совещании демократической общественной, где прозвучала критика, открытая критика и требования отставки Нусултана Назарбаева. Телеканал ТАН, его кобеля были расстреляны. Была политическая оппозиционная газета республика, офис редакции сжигался, вешали убитых собак на этот офис, приносили венки, это делал комитет национальной безопасности по указанию Нусултана Назарбаева. Я создавал газеты на казахском языке, на русском языке, Казахстан, СЁС, Взгляд, и таких газет я могу перечислить как минимум 10. Я финансировал все оппозиционные силы страны, для того, чтобы добиться перемен. Если бы я, объединившись со своими соратниками, не организовывал эту борьбу, я заверяю вас, что Казахстан давно превратился бы аналог Туркмении или Северной Кореи. Именно мне удалось объединить многих сторонников, которые не хотели видеть Казахстан, такой, как Северная Корея или Туркмению. Именно мы вместе объединившись создавали политические партии, политические движения и добивались перемен. Именно наша борьба, объединенная борьба привела к тому, что сегодня мы можем говорить уверенно, наступил момент, когда мы можем сказать конец этому политическому режиму. Да, еще предстоит борьба, да, нужно еще добиться, чтобы из власти ушли, ушли эти члены этой мафиозной группировки, в частности Касамжимар-Такаев, но я могу сказать однозначно этому режиму конец. Раз так, то именно сегодня я открыто заявляю о своих планах, которые я собираюсь реализовать. Собираюсь реализовать именно добиться полного отстранения этой политической верхушки от власти и в рамках движения демократический выбор Казахстана добиться перемен, возглавить временное правительство, провести выборы в течение шести месяцев, выборы в новый парламент депутатов от народа. Именно этот парламент изберет правительство и министров. Я планирую возглавить новое правительство, возглавить партию демократический выбор Казахстана. Почему я говорю о своих планах открыто? Почему я говорю, что я буду открыто бороться за власть? Потому что мы хотим построить ведущую страну, по примеру, Соединенных Штатов и Европы. А как происходит выдвижение партий, лидеров, происходит открыто? Именно народ имеет право выбирать, избирать, назначать. Что же сейчас произошло или вчера, когда султан Назарбаев якобы ушел в отставку и сказал, что вместо себя ставит Касамжимар Такаева. Разве вы делали этот выбор? В Конституции Казахстана написано, что народ является источником власти. Разве вы являетесь источником власти? Просто один пастух, но султан Назарбаев вместо себя поставил другого пастуха надзирателем над народом. Ясно, что при таких обстоятельствах нас ждут те же самые трудные времена, которые брели при султане Назарбаеве, когда он 30 лет морочил нам голову, когда он обрек нашу страну на нищету, когда он чрезвычайно разбогател, став одним из богатейших людей мира, при этом наш народ был нищим, потому что у нашего народа не было выбора, потому что наш народ не отвоевал это право выбора. Если мы хотим построить действительно ведущую страну мира, богатую, богатую не только как государство, но в первую очередь богатой как своими умными, талантливыми гражданами, которые ведут обеспеченный образ жизни, мы должны добиться, чтобы решение принимал сам народ. А для того, чтобы народ эти решения мог принять, нужно, чтобы те люди, которые выдвигаются этим народом, управлять страной, были понятны, известны, открыты, чтобы они озвучили свои программы, чтобы они боролись за голоса вас, за голоса избирателей, чтобы вы могли сделать выбор. Не Насултан Назарбаев, не он говорил, что вот вместо меня будет такой-то человек, а вот сюда я сюда этого поставлю, я принял решение, а потом средства массовой информации будут вам приносить красивую картинку, что вот, например, Косможемар Такаев был министром там, потом снова стал министром, потом был премьер-министром, там якобы был, ушел замгенерального секретаря в ООН и так далее, и вы смотрите эти внешние картинки, и вы в этом никакого права выбирать. И вот сегодня подтверждая ту возможность, подтверждая ту политическую систему, которую мы должны построить, именно чтобы сам народ выбирал, я открыто озвучиваю свою политическую платформу, я открыто говорю, что я буду бороться за смену этого режима, буду бороться, чтобы возглавить правительство, буду бороться за то, чтобы ликвидировать должность президента, я буду бороться за то, чтобы привлечь к ответственности султана Назарбаева, я буду бороться за то, чтобы у него отнять украденное имущество более чем на 200 миллиардов долларов США, я буду бороться, чтобы те люди, которые помогали ему удерживать власть и сейчас находятся во власти, они все были арестованы и привлечены к ответственности, я буду за это бороться. и действительно я могу подтвердить, что этот режим будет стараться меня ликвидировать, реально ликвидировать эти все годы, 10 лет непрерывно режим это пытается сделать и мне пока во всяком случае удается отбиться от возможных покушений, от возможных посадок в тюрьму и дальнейшего убийства, все эти 10 лет я это делал, да, я просидел к сожалению около 3,5 лет в тюрьме здесь на территории Франции, решение французского суда я был выпущен, оправдан, но это ничего не снимает, вчерашнее распространение новостей, что якобы я убит, вы понимаете не случайное, режим будет пытаться делать, сегодня ли, завтра ли, режим в очередной раз будет говорить, что я украл миллиардой, но при этом не будет говорить о тех, кто молчит, когда человек украл миллиарды, он прячется, живет роскошной жизнью, этот режим, который даже на территории Франции охотит за мной, снимает меня на различные камеры, а я все время вынужден регулярно менять местоположение, переезжать с одного места в другое, постоянно ожидая нападения, тем не менее, тем не менее, я считаю, что я добьюсь успеха, добьюсь успеха, потому что это цель моей жизни, если бы цель моей жизни была бы украсть миллиарды, мне и нужно было украсть, я их имел, я был один из самых успешных бизнесменов страны, я был ведущим министром страны, который провел реформы в энергетике и других отраслях экономики, меня называли генератором правительства Болгимбаева, я получал предложение от Насултана Назарбаева принять любую должность, как он мне говорил, вот политическая карта, выбирай любую должность, кем ты хочешь сказать, вот прям за столом мы с тобой сидим, свидетелем был его помощник Булат Утимуратов, когда он мне сказал, возглавь мой предвыборный штаб, возьми нефть, газ, что ты хочешь, вообще, что ты хочешь, я тебе все подпишу, только не иди против меня, это было накануне первой посадки моей в тюрьму, он 4 часа меня убеждал отказаться, отказаться от борьбы с ним, от борьбы с этим режимом, отказаться от идей построить сильное государство, он пытался купить меня, но как можно купить человека, у которого и так все есть, во-первых, зачем мне какие-то дополнительные деньги, если у меня всегда все было, с начала 90-х годов я был ведущий бизнесмен, и те самые миллионы, дальнейшие миллиарды у меня всегда были, купить меня невозможно, можно было меня запугать, можно было меня убить, и все это было, сажали в тюрьмы, запугивали, пытались убить, травили, я действительно умирал, но я выживал, выживал, почему, потому что у меня главная цель не разбогатеть, я был уже богатым человеком, а главная цель моей жизни построить сильную страну, сильный Казахстан, чтобы мы действительно стали ведущей страной мира, я благодарен моим друзьям, благодарен моим соратникам, я благодарен членам моей семьи, которые выдержали эти испытания, которых тоже режим преследовал и преследует, и сегодня, завтра это преследование не остановится, не остановится, будут опять писать в средствах массовой информации любых в Казахстане, за рубежом, потому что в это вложены миллиарды, миллиарды долларов на уничтожение политического оппонента, который хочет добиться полной смены, полной смены режима на султан Назарбаева и построить новую страну, я всегда был процветающим человеком, у меня все было, и если у этого богатого человека постоянно идет работа над главной целью его жизни, а именно борьба против режима, я думаю, что вам надо задуматься, почему это он делает, потому что я хочу построить новую страну, новую и свободную, мы все уйдем, покинем этот мир, все эти богатства, они ничего не стоят, стоит то, что ты оставляешь после себя, я хочу оставить после себя сильное независимое государство, в котором наши граждане являются свободными, я хочу построить именно политическую систему, которая невозможно изменить воли одного человека, когда можно придумать разные должности и выписывать круги, но не менять суть, не менять суть, что это диктаторский режим, и сегодня поэтому я заявляю о том, что я буду добиваться полной смены этого режима, смены Касамжимар-Токаева, который временно находится на этой должности, смены будущего президента, который Нурсултан Назарбаев хочет провести, а именно Даригу Назарбаев и членов своей семьи, он не отказался от этой цели, не обманывайтесь, но Султан Назарбаев будет пытаться законсервировать этот режим, и поэтому я просто говорю, что этому не быть, это первое, второе, я продолжаю свою политическую борьбу и буду добиваться полностью смены режима, в-третьих, всем скептикам я хочу сказать, наступил конец эпохи Ишала, как бы он не называл себя ханом, представителем Совета Национальной Безопасности, наступил конец его режиму, режим ослаб, он стал слабым уже формально и юридически, не только в связи возрастом на султан Назарбаева, режиму конец, и ваша радость интуитивная, это правильная радость, народ действительно в целом не ошибается, можно обмануть 100 человек, можно обмануть тысячу, невозможно обмануть народ, и не случайно вы вчера все радовались и продолжаете радоваться сегодня, потому что вы правы, этому режиму конец, просто нужно обедниться и сделать важные шаги, обедниться, добиться смены полностью этого режима, и я человек, который инициировал создание общегражданского движения демократический выбор Казахстана, говорю, что у нашей страны есть такая политическая организация, которая имеет ясные планы по политическим реформам, по экономическим реформам, ясные планы, каким образом и куда вести страну, это все озвучено, я обладаю огромным политическим опытом, огромным опытом в сфере бизнеса, так сложилось, что эти уникальные качества действительно собрались во мне, и я считаю, что это не моя какая-то личная заслуга, это просто разные обстоятельства, которые подталкивают все эти возможности используют для того, чтобы действительно, чтобы они были применены в лучших целях, чтобы наша страна действительно стала ведущей, и я собираюсь реализовать свои способности, свои возможности во благо своей страны, во благо того, чтобы наша страна действительно страдая 30 лет, избавилась от этих страданий, стала действительно цветущей страной. Уважаемые друзья, уважаемые сограждане, я буду еще много раз выступать и отвечать на те вопросы, которые вас волнуют, но сегодня моей задачей было объявить, что я буду добиваться смены режима, объявить, что я жив, объяснить, что эта власть будет продолжать преследовать меня за мою последовательную борьбу с этим режимом, объяснить, что она будет продолжать лоббировать, вкладывать десятки и сотни миллионов долларов, чтобы дискредитируть меня уже не только внутри Казахстана, но и за рубежа, здесь будут наниматься различные издания, газеты, будут подкупаться разные лоббистские группы, будут добиваться различных судебных решений, если не против меня, то против моих родственников, обвиняя, что якобы они участвовали в решениях, что угодно, что угодно, это будет продолжаться именно со мной, а не с кем-либо, потому что режим султана Назарбаева понимает, что Мухтар Аблязов представляет для него наибольшую опасность, наибольшую опасность, поэтому вы услышите разные обвинения в мой адрес, я готов бороться с этими обвинениями, моя жизнь открытая и прозрачная, я буду все показывать, все рассказывать, чтобы у вас был выбор, выбор между правдой и ложью, между успехом и падением, выбор между тем, чтобы стать передовой страной мира или также продолжать жалкость существования, находилось в нашей стране последние 30 лет. на сегодня я свой эфир завершаю и заявляю еще раз о своих политических планах, о том, что я действительно кандидат премьер-министры, я сам выдвигаю себя на должность премьер-министра, когда не будет должности президента, я буду еще раз неустанно озвучивать свои планы, я обращаюсь ко всем тем, кто хочет построить новую страну, я обращаюсь к вам, что вы поддержали политическую организацию демократический выбор Казахстана, поддержали меня всеми возможными ресурсами, интеллектуальными возможностями, своими постами, своими комментариями, тем, что вы убеждаете своих близких, родственников не поддерживать режим султана Назарбаева и его преемников, не поддерживать, поддерживать демократический выбор Казахстана, поддержать Мухтара Аблязова финансами, какими-то другими возможностями, я убежден, что вы не пожалеете и вы поймете, что действительно мы можем изменить режим, мы можем построить новую страну, за 30 лет этот режим сделал многих из вас пассивными, он сделал так, чтобы вы потеряли веру в себя, заверяю у вас, что именно выбор, выбор в лице демократического движения, выбора Казахстана позволит вам избавиться от своих страхов, позволит избавиться от вашей бедности, я обращаюсь к вам за поддержкой, за поддержкой, чтобы мы вместе с вами построили свободный, сильный и независимый Казахстан. Алга, Казахстан!